Ульяновск с рабочим визитом посетил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Совместно с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских посетили филиал ПАО ИЛ-Авиастар и ознакомились с производственными мощностями. В прошлом году завод выпустил пять тяжелых транспортников ИЛ-76МД-90А. Последний самолет завод передал Минобороны Российской Федерации в конце декабря. За эффективную работу лучших сотрудников наградили, выдали ведомственные награды и знаки отличия. В этом году задача стоит не менее амбициозная. Это шесть машин. И я уверен, что ровно так же, как вы сделали все в прошлом году, вам удастся реализовать все планы текущего года. Ну а дальше с темпом увеличивать объемы производства. Самолеты изготавливаются из отечественных комплектующих. Собирают их на поточной линии. Благодаря этому удалось снизить трудоемкость данного процесса. Линия оснащена системой лазерного позиционирования агрегатов, которая позволяет более точно стыковать элементы воздушного судна. В новом году перед авиастроителям стоит задача выпустить шесть судов. На 2023 год у нас с вами задача стоит выпустить шесть самолетов. Цифры, казалось бы, небольшие, но за этими цифрами кроется огромнейшая работа, которую проводит коллектив «Авиастара» при плотной, тесной и мощной поддержке министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова, при поддержке нашего регионального правительства. Региональное правительство помогает в обучении и подборе персонала для «Авиастара». За прошлый год было трудоустроено более двух тысяч сотрудников. В этом году планируется нанять еще столько же. Кроме того, правительство Ульяновской области оказывает поддержку работникам при приобретении жилья по ипотеке. В прошлом году единоразовая выплата была увеличена до 250 тысяч рублей. Кирилл Савосин, Герман Баранов, Управда ТВ.